Давно я не показывала вам еврейский квартал. В последнее время на мой канал подписалось много новых зрителей. Может быть, кто-то из вас еще не знаком с этим кварталом? Давайте прогуляемся. Начну нашу прогулку с пьяцем Матеи. На крошечной площади Матеи находится один из самых очаровательных фонтанов Рима – фонтан Черепах. Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо. Моя подружка Микелина в порядке штрафов мне предпочла кормить павлина в умении графа. Так писал Бродский про этот фонтан. Он жил в доме на этой площади. В Риме Бродский был почти 16 раз. В незаконченной повести Гоголя Рим герой, цитирую, с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок – «Где же огромный Древний Рим?» А потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться Древний Рим. Где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонны, где фронтоном посреди вонючего рыбьего рынка? Гоголь описывал – именно это место. Долгое время на этой территории находился старый рыбий рынок. Жизнь этого рынка была очень долгой, вплоть до начала XX века, пока его не перенесли на Вео-Стьенце. Улица, на которой находился рынок, так и называется – улица рыбного рынка. Существуют две надписи о законе продажи рыбы. Одна находится на стене портика Октавии, а другая – в Капиталистском музее. Там написано – головы всех рыб, которые превышают длину этой доски, должны быть отданы консерваторам до первых плавников включительно. Консерваторы, конечно же, были чиновники, а голова считалась лучшей частью рыбы для приготовления супа. Если кто нарушал эти законы, то был сурово наказан. Указ на табличке действовал до конца XVIII века. Многие художники того времени запечатлели на своих картинах рыбий рынок, а в наше время здесь очень часто снимают сцены для фильмов. Когда попадаешь в еврейский квартал, невозможно пройти мимо портика Октавии и театра Марцелла. Эти монументы пересеклись с еврейским кварталом во второй половине XVI века. В 1555 году папа Павел IV Карафа отменил все права, предоставленные римским евреям, и приказал создать гетто, выделив для этой цели территорию рядом с театром Марцелла. Не очень благоприятный район рядом с Тибром. Тибр постоянно выходил из берегов и заливал еврейский квартал. Еще еврейский квартал был закрыт высокими стенами, в которых было только две двери. Их закрывали на закате и открывали на рассвете. И только после объединения Италии евреи стали иметь равенство с другими римскими гражданами. В 1943 году вновь для евреев пришла беда. 16 октября, во время нацистской оккупации города, за несколько часов до восхода солнца, из Рима депортировали в концлагерь Аушвиц более 1200 евреев всех возрастов. Их выводили целыми семьями из домов. Сейчас камни преткновения напоминают нам об этой ужасной трагедии. Свидетелями этих трагических событий были портик Октавии и театр Марцелла. Портик Октавии был построен при первом императоре Рима Октавиане Августе и посвящен любимой сестре Октавии. Внутри портика находились два храма, библиотека, в которой были собраны латинские и греческие книги. В 1980 году комплекс пострадал от пожара и был перестроен. А после землетрясения в 441 году колонны были заменены аркой, которая до сих пор существует. Этот храм был первым храмом в Риме, полностью построенным из мрамора. Сегодня я во всей красе хочу показать вам театр Марцелла, который часто путают с Колизеем. Первый камень для строительства театра Марцелла был заложен Цезарем. После его смерти строительством уже занимался первый император Рима Октавиан Август и назвал театр в честь своего любимого племянника Марцелла. По лестнице совершенно бесплатно. Здесь никаких билетов покупать не надо. Можно спуститься на уровень античного Рима. Когда находишься так близко с театром, он кажется таким суровым памятником, он возведен из блоков травертина. Первоначально он состоял из трех ярусов. Верхний ярус не сохранился. Помните пожар 64-го года? Он тоже в это время пострадал. Что только не пережил этот театр. Когда приняли христианскую веру, римские театры вышли из употребления. И с той стороны театра, где находится Тибор, театр потихоньку стали разбирать на стройматериал для реставрации моста. Считается, что этот мост был построен еще до нашей эры. Впервые его отреставрировали в 152 году, а уже в IV веке полностью перестроили. И в этот момент использовали в качестве стройматериала как раз руины театра Марцелла. Когда укрепляли набережную, мост опять пришлось перестраивать. От первоначального моста остался только центральный пролет. В средние века все, что осталось от театра, было перестроено в крепость. В XVI веке семья Савелий решили сделать дворец и пригласили для этого архитектора Бальдасара Перуци, который в то время работал при строительстве собора Святого Петра. Он очень мастерски и искусно подошел к своей работе, пристроив два этажа к руинам театра. В XVIII веке дворец перешел во владение семьи Орсини. Орсу в переводе с итальянского – медведь. Вот медведи сейчас и охраняют владение Орсини. Театр Марцелло был первый монумент, который при Муссолини был очищен от средневековых пристроек. Муссолини очень любил античный Рим. А в средние века к античным уцелевшим постройкам были пристроены лачуги и лавки. Вот их-то он и убрал. Закончить прогулку по этой местности и по еврейскому кварталу можно и десертом. На Вея-дель-Портико-да-Тавиа-1 есть замечательная пекарня еврейской выпечки. Пекарне почти 300 лет. Я советую вам что-нибудь купить здесь и попробовать. Самый популярный считается пирог с рикоттой и вишней. В эту пекарню всегда стоит очередь. Перед нами церковь Сан-Николо-Ин-Карчери. Она находится слева от театра Марцелло. Первая церковь была возведена в VI веке. И в ней была тюрьма. А колокольня – это перестроенная средневековая башня семейства Пьер-Леони, которые жили здесь в этом районе в XI веке. Церковь неоднократно перестраивали и реставрировали. Это церковь с сюрпризом. Давайте подойдем поближе и зайдем в нее. Во времена Нерона здесь находился овощной рынок. На месте, где сейчас стоит церковь, были три храма царской эпохи. Остатки этих храмов видны снаружи церкви. С двух сторон колонны вмонтированы в стены церкви. А также эти колонны видны и внутри церкви, под церковью. Мы с вами обязательно спустимся в подвало. Во многих церквях Рима проходят концерты. Вот и в этой церкви в феврале будут концерты. И к тому же бесплатные. Внутри церковь разделена тремя нефами и четырнадцатью колоннами, разными по размеру и материалу. Они были привезены из разных античных храмов. Спускаясь в подвал, можно полюбоваться тем, что осталось от древних храмов. До сих пор уцелели подиумы, на которых они стояли, и две узкие улочки, которые их разделяли, и некоторые небольшие сводчатые кельи. Как я уже говорила, под этой церковью была тюрьма. В тюрьме сидел один мужчина. Каждый день к нему приходила дочь, которая недавно стала матерью. Стражники обыскивали ее, чтобы она не приносила в тюрьму еды. Однажды они увидели, что она кормит отца собственным молоком. Они были поражены преданностью дочери. Узника отпустили и назначили всему семейству пожизненную государственную пенсию. В эпоху Возрождения тема оцелюбия римлянки была очень популярна. Многие художники обращались к этой теме. Это колонны, которые мы видели, встроенные снаружи. Многие художники обращались к этой теме. Мы сейчас с вами идем по узенькой улочке, которая была сделана до нашей эры. Она проходила между храмами. Многие художники обращались к этой теме. Это отверстие я умудрилась найти даже с улицы. Продолжение следует... Сегодня мы побывали с вами даже в подземном Риме. Чтобы спуститься туда, нужно заплатить 4 евро, и под главным алтарем по лестнице можно спуститься на уровень античного Рима. Мне очень нравится бывать в таких местах. А вам? Хотите продолжение? Святой Франциск и Ангел. Замечательная атмосферная площадь Моргана. Она находится в двух шагах от площади Венеция. Моргана – это фамилия влиятельной средневековой семьи Рима, у которых здесь были свои дома. Рассматривая здание, можно увидеть герб семьи и различные уцелевшие фрагменты античного Рима, которые сейчас встроены в здание. Сохранилась башня тех времен, это XIV век. Во дворике справа от башни есть лоджия с арками. Она была построена в XV веке. Сегодня дверь во дворик открыта, можно и заглянуть. Дорогие друзья, когда будете в Риме, заглядывайте во все открытые двери. Там настоящий Рим. И в конце вишенка на тортик для тех, кто досмотрел это видео до конца. В Риме есть место, которое известно своей пунктуальностью. Ближе к полудню на холме Джаникулу, он же холм Яникул, собираются люди. Так вот, ровно в 12 часов на маленькую площадку под площадью вывезут пушку и прозвучит выстрел холостым зарядом в сторону Рима. Эта традиция была положена по приказу Папы Пия IX в 1847 году. Выстрел пушки оповещает, что наступил полдень. И тогда одновременно начинают бить колокола на всех колокольнях Рима. А пока ждем полудня, на площади Гарибальди звучит музыка, люди фотографируются и греются на солнышке. Сначала пушка находилась в замке Святого Ангела, а в 1904 году была перенесена на холм Яникул. Вот такие маленькие детали традиций вечного города. К этому времени на холм стараются подняться не только туристы, но и местные жители, и частенько приводят сюда детей посмотреть, как проходит подготовка к выстрелу. Я очень люблю бывать здесь на холме во второй половине дня. Люблю прогуляться, насладиться закатом, а потом спуститься и поужинать в районе Трастевери. И вы, дорогие друзья, не пропустите это место. Оно с глубокой историей и необычайной красотой. Я загружаю видео на канал, и сегодня в 15.00 у меня начнется экскурсия по району Трастевери. И мы обязательно поднимемся на холм Яникул полюбоваться закатом и видом на Рим. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, per Santa Barbara, fuoco! На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Приезжайте в Рим, когда у вас будет такая возможность, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. А я помогу рассмотреть вам вечный город в деталях. Ну все, до новых видео, друзья, и с некоторыми из вас до встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА